Итак, ребята, psychic animals, психические животные. Прочитаем текст. Hours before the huge tsunami of the coast of Sumatra reached land, some people noticed that the animals started acting strangely. Итак, за часы перед тем, как огромное цунами достигло побережья, я думаю, сумматоры, да, так называется, некоторые люди заметили, что животные начали вести себя странным. For example, the elephants made lots of noise and decided to run higher ground just before the waves hit. Например, слоны издавали много шума и решили побежать вверх, как бы по земле, прямо перед тем, как ударили волны. In the days that followed wonders at Sri Lanka, because Yala National Park were very busy looking for their animals, and to their surprise they found nearly all of them alive. Итак, в течение дней, которые потом последовали, спасатели, надиратели Национального парка Yala на Шри-Ланке были очень заняты поисками, то есть они искали их животных, и были очень удивлены, когда они нашли почти всех из них живыми. So did the animals know what was about to happen? Итак, знали ли и так, знали ли животные, что произойдет? If so, then this could mean that animals are capable of predicting natural disasters. Если так, тогда это означает, что животные способны предсказывать природные катастрофы. Many animals have much better hearing than human beings. Многие животные имеют гораздо лучший слух, чем люди. They can hear certain noises at great distances. Они могут слышать определенные шум, звуки на большом расстоянии. Others have sensitive feet, enabling them to feel vibrations on the ground. Другие имеют чувствительные ноги, которые позволяют им чувствовать вибрации земли. Migrating birds can sense changes in atmospheric pressure when they fly. А мигрирующие птицы могут чувствовать изменения в атмосферном давлении, когда они летают. Более того, животные, которые живут в группах, иногда имеют особый крик, то есть издают звук особый, чтобы предупредить других животных, когда опасность поблизости. Хотя, конечно же, мы не уверены, но животные... То есть мы не знаем этого точно, но животные могут знать больше, чем мы думаем. So, if your pet starts acting strangely, maybe you should take notice. Итак, если ваше животное начинает вести себя странно, возможно, вы должны придать этому... Заметите это, придайте этому внимание. They could be trying to tell you something. Возможно, они пытаются вам что-то сказать. Итак, ребята, теперь перейдем к первому заданию. Ну, read the text, мы уже его прочитали. Прочитайте текст. Then look at the highlighted ink and infinitive forms. Which form do we use? Затем посмотрите на выделенные формы, инговые формы и формы инфинитива. Какие формы мы используем? После модальных глаголов. После предлагательных. Чтобы показать purpose, цель. После конкретных глаголов. Decide, appear. После предлогов. В качестве существительных. После выражений. I'm busy. И так далее. После конкретных глаголов. Fancy, start, avoid, spend, imagine, suggest. И так далее. Проверьте в грамматической ссылке. Так. Ребята, давайте посмотрим. Итак, ребята, смотрите. После модальных глаголов обычно мы используем просто чистый инфинитив. Например, may, no. Без частички to, без окончания. Возможно, знают. Модальные глаголы may и no. Далее. Should take. Тоже модальный глагол should. И инфинитив take. Далее. Could mean. Может обозначать модальный глагол could. И обозначать mean. Инфинитив без частички to. Далее. Чтобы показать цель, purpose, мы используем форму инфинитива. Например, trying to tell you. Trying to tell you. Только что это видела. Trying to tell you. Просто инфинитив с частичкой to. После конкретных глаголов decide и appear мы используем инфинитив с частичкой to. Например, ребята, decide to run. Decided to run. Далее. После предлогов мы используем инговую форму. Например, capable of predicting. Способно предсказывать. В качестве глаголов мы используем также инговую форму. Например, hearing. Слух. После выражений I'm busy, например, да, мы тоже используем инговую форму. We're very busy looking. Так, где это у нас? Секундочку. We're very busy looking for. Инговая форма. После конкретных глаголов. Например, fancy. Вот. Start acting. Да. Далее. Fancy, avoid, spend, imagine, suggest, все используется с инговой формой. Итак, ребята, а теперь перейдем с вами к заданию под буковкой B. Put the verbs in brackets into ink form or infinitive. Поставьте глаголы в скобках, в инговую форму или в инфинитив. С или без to. Давайте попробуем. Смотрим. Her father always tells her to study hard at school. Это, конечно же, to с частичкой to, инфинитив. Ее папа всегда говорил ей учиться усердно в школе. Далее. Do you know how to play the piano? Ты знаешь, как играть на пианино? На пианино. Извините. Далее. Poppy needs to say sorry to her sister. Поппи нужно сказать, как бы принести извинения своей сестре. To say sorry. Да, с частичкой to. Далее. I am bored. Do you fancy watching a DVD with us? Не скучно. Ты хочешь посмотреть DVD с нами? То есть после глагола fancy, да, после конкретного глагола fancy, мы используем глагол с окончанием ink. Далее. Пятое. We must visit grandpa this weekend. Must – это модальные глаголы. Мы должны посетить дедушку на этих выходных. После модальных глаголов идет инфинитив без частички to. И шестое. I've never been to summer camp, but I'd like to go one day. Я никогда не был в летнем лагере, но мне хотелось бы поехать туда однажды. Окей. Ребята. И давайте с вами перейдем ко второму заданию. Complete the sentences about yourself using ink infinitive forms. Заполните предложение о себе, используя форму ink или инфинитива. Ну, ребята, тут вы должны какие-то свои предложения сказать, а я вам назову глагол, который вы должны использовать. Окей. I usually avoid – я обычно избегаю. Чего, например? Avoid going out a lot. Например, going – с окончанием ink. Out – alone. Я избегаю, походу, куда-то одна. Да? Далее. Ребята. I'm happy to – После happy обязательно частичка to. I'm happy to go there. Я счастлива туда пойти. Далее. It's not worth… Глагол с окончанием ink. It's not worth, например, going there. Туда не стоит тебе идти. Далее. There is no point starting doing this homework. Нет смысла делать эту домашнюю работу. Point doing. Point doing – глагол с окончанием ink. Далее. Пятое. I spend a lot of time dancing. Я провожу много времени. Танцу я. После… В пятом. После spend a lot of time нужно поставить глагол с окончанием ink. Далее. I don't mind watching this movie. Я не против того, чтобы посмотреть это кино. Mind watching – глагол с окончанием ink. Седьмое. I can't stand… Например, I can't stand eating meat. Например, я не могу есть мясо. Eating с окончанием ink. Восьмое. I prefer to be good. Я предпочитаю быть хорошей. To be good. То есть глагол с частичкой to. Девятое. I love reading. Я люблю читать. Глагол с частичкой to. И десятое. I really want to go there. Я действительно хочу туда пойти. Инфинитив – глагол с частичкой to. Так, девятое, ребята, я сказала глагол. Ну, с окончанием ink, да? I love reading. Reading. Итак, ребята, теперь мы с вами переходим к третьему заданию. Итак, explain what the difference in meaning is in the sentences below. Check in the grammar reference section. Объясните, в чем разница в значениях предложений ниже. Проверьте в грамматической ссылке. Ребята, давайте попробуем это сделать. А между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. И смотрите другие видео с разбором контрольных работ и рабочих тетрадей. Итак, смотрим на правила. Some verbs – forget, remember, try, mean, stop – can take either to, plus infinitive, or ink forms, which are changed in meaning. То есть некоторые глаголы, такие как, вот данные глаголы в скобках, могут после себя иметь либо инфинистив с частичкой to, либо глагол с окончанием ink, инговую форму глагола. Но при этом изменяется meaning, значение. Например, I didn't mean to cause you any pain. Я не хотел тебе причинить боли. То есть он не намеревался. В скобочках это намерение. Intent. Далее, being a doctor means causing pain sometimes. Быть доктором означает иногда причинять боль. И совсем другое значение – это уже быть вовлеченным, то есть включает в себя, involve, включает. То есть в первом случае слово mean в значении намереваться, и во втором случае слово mean у нас в значении включает. Итак, давайте посмотрим на предложение. Первое. Fiona forgot to lock the door. Fiona забыла закрыть дверь. То есть она не помнила об этом. B. Fiona will never forget seeing the massive wave of water. Fiona никогда не забудет, как она увидела огромную волну воды. То есть в первом случае она это не забудет, она это помнит. То есть она забыла, она этого не помнила. Да, она просто забыла значение, забыла. А в втором случае она это будет все время вспоминать. Вспоминать. Далее. Remember to pay the water bill tomorrow. Не забудь заплатить счет за воду завтра. И второе. I don't remember beating you before. Не помни, чтобы мы встречались с тобой раньше. То есть под буковкой A это не забыть, не забыть. А во втором случае это не вспомнить, не вспоминать. То есть забыть и вспоминать разные значения. Третье. Ребята. He stopped to buy some bread from the baker's. He stopped working on this project a month ago. Он прекратил работать над этим проектом месяц назад. А во втором случае, то есть он, это break, то есть это он сделал перерыв. А во втором случае закончил полностью. Че вообще закончил это делать? Далее. Четвертое. She tried to help the mountain gorillas. Она пыталась помочь горным обезьянам, гориллам. То есть она пыталась, делала все, что могла. Это попытка. Второе. She tried wearing contact lenses. Итак. She tried wearing contact lenses, but after a while she decided to go back to the glasses. То есть она решила носить контактные линзы, но через какое-то время она решила снова вернуться к очкам. То есть, если в первом случае она попыталась, она сделала все, что смогла, то в втором случае, то эта попытка была уже как эксперимент. Как эксперимент. Итак, ребята, а теперь переходим к четвертому заданию. Поставьте глаголы в скобках, в правильную форму. Ребята, я буду вам говорить, нужно ли поставить глагол, прибавить к нему окончание "-ing", или нужно ли просто к нему прибавить частичку "-to". Смотрим. I remember falling off my skateboard when I was young. Я помню, как я упал со скитборда, когда был маленький, молодой. For link, окончание "-ing". То есть он это помнит, он не забыл. Он вспоминает это воспоминание. Далее второе. Remember to lock the door when you leave the house. Помни, что нужно закрыть дверь, когда ты выходишь из дома. Но to lock, прибавляем частичку "-to". То есть не забудь. Если в первом случае воспоминание, то в втором случае ты не забудь закрыть дверь. Далее третье. While she was walking home, she stopped to buy some sweets. В то время, когда пока она шла домой, она остановилась, чтобы покупать какие-то конфеты. To buy. Далее четвертое. I stopped doing my homework when my mom called me for dinner. Я прекратила делать домашнюю работу, когда мама меня позвала на ужин. То есть смотрите, ребята, в первом случае она остановилась по пути, да, и потом продолжит. А, нет, извините меня. То есть давайте обратимся вот сюда, вот к предыдущему упражнению, да. То есть как и в булочной. Он остановился, чтобы сделать что-то, то есть переключился ненадолго. А во втором предложении он просто это закончил, закончил это делать. Далее. Бен никогда не забудет, как он увидел Эйфелевую башню в первый раз. See ink с окончанием ink. Далее шестое. James forgot to bring his football kit to practice. James забыл принести свой футбольный набор, чтобы практиковаться. Он забыл. Поэтому после слова forgot ставим частичку to. Да, то есть Бен в первом случае он вспоминает, а в втором это воспоминание, а в втором случае он просто забыл что-то сделать. Седьмое. Я попытался ездить на работу на автобусе, но это заняло у меня дополнительных 30 минут. Восьмое. Я пытался закончить проект перед жестким каким-то сроком. Далее. Первое, понятно, это попытка. И второе, он did his best, пытался изо всех сил что-то сделать. И девятое. Getting good grades means studying a lot. Получать хорошие оценки означает учиться много. Studying с окончанием ink. Итак, ребята, а теперь мы перейдем с вами к пятому заданию. Put the verbs in brackets into the correct form give reasons. Поставьте глаголы в скобках в правильную форму и дайте для этого как бы аргументы причины. Почему? Итак, ребята. Did you remember to feed the cat today? Ты не забыл покормить кошку сегодня? То есть в значении забывать. To feed. Sorry, I forgot. I promised to do it as soon as I get back. Так, извини, я забыл. Я обещаю сделать это. Просто promise to do it, как только вернусь назад. Далее. То есть просто значение, да, например, забывать требует после себя частички to. Let me give you a lift to the airport. Позволь мне подвезти тебя в аэропорт. Нечего не меняем. Даже to тут не надо. Просто give. Let me give you a lift. Don't worry. I decided to take the train. Не волнуйся. Я решила поехать на поезде. То есть после decide мы знаем, что мы... Это просто нужно запомнить. Конкретный глагол. После него употребляем глагол с частичкой to. Далее, ребята. Третье. Do you like... Do you like watching wildlife documentaries? Тебе нравится смотреть документальные фильмы о дикой жизни? Not really. I prefer to watch once about technology. На самом деле нет. Я предпочитаю смотреть документальные фильмы, имея в виду о технологиях. Итак, после like у нас обычный глагол с окончанием in. И после prefer глагол с частичкой to. Инфинитив. Так, далее. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться в следующем году. И ставьте лайки, если мое видео вам помогло. Так. There is no point in trying. Глагол с окончанием in. После выражения no point in. После предлога. There is no point in trying to make him change his mind. Нет смысла пытаться изменить его мнение. I know he seems to be very stubborn. Я знаю, он выглядит очень упрямым. Seems to be надо запомнить. Пятое, ребята. Видите, ребята, здесь сложно объяснимое правило. В большинстве случаев вы просто должны запомнить это. Что после предлогов употребляется глагол с окончанием in. Что после слова decide употребляется глагол с частичкой to. Просто на запоминание. В основном. Пятое, ребята. I can't reach that box. И не могу дотянуться до той коробки. После модального глагола глагол идет в инфинитив без частички to. Вот что можно запомнить. Далее. Why don't you try using a letter? Почему бы тебе не попытаться пользоваться лестницей? Да, выражение. Why don't you? Why don't you? Требует после себя глагола с окончанием in. Шестое. I meant to tell you that's a chance of rain tonight. Я хотела тебе сказать, имел в виду, что есть шанс дождя сегодня. That's ok. I try to tell. That's ok. I don't have any plans to go out anyway. Хорошо. В любом случае, у меня не было планов куда-то выходить. Сидим мой, ребята. What would you like to do tonight? Что ты хотел бы сегодня вечером поделать? Let's go to the cinema. После let's мы знаем, у нас глагол без частички to. Инфинитив идет, да? Let's go to the cinema. Пойдем в кино. Восьмое, ребята. It's no use talking to him. Бесполезно с ним разговаривать. После use, да? No use, нет. I know he's too angry to listen to anyone. Я знаю, он слишком злой, чтобы слушать кого-то. Быть слишком злым, чтобы. To listen, too angry, ой, извините. Too angry to listen. Запоминаем. Далее. I want to help the animal shell. Shelter, great. How about collecting donations for them? Я хочу помочь животным с убежищем. I want to help. И после how about, ребята, мы употребляем глагол с окончанием in. Итак, ребята, а теперь мы с вами перейдем к следующему, шестому упражнению. Look at the pictures in pairs. Use the verbs to continue the story. Use infinitive or ink forms. Посмотрите на картинки в парах. Используйте глаголы, чтобы продолжить историю. Используйте инфинитивы или инговую форму. Так, давайте попробуем. Итак, ребята, давайте продолжим историю. Прочитаем начало. The browns had been looking forward to having a relaxing holiday at the beach. Browns ждали с нетерпением расслабляющего отдыха на пляже. Что можно написать дальше, используя данные слова? Ребята, мой текст только пример. Вы должны придумать свой. Окей, давайте попробуем. They were hoping to spend a lot of time on the beach, sunbathing and making sand castles. The weather was perfect and everyone enjoyed it. Suddenly, they noticed huge waves and they started to panic and ran to the shore. Итак, это, ребята, только примерный текст. Вы должны в нем, наверное, что-то изменить, чтобы у всех не было одинаково. Итак, они надеялись провести много времени на пляже, загорая и строя песочные замки. Погода была превосходная, и все наслаждались ей. Вдруг они заметили огромные волны, и они начали в панике бежать к берегу. The waves soon reached them and smashed against them. То есть, волны скоро их достигли и разбились о них. As a result, they all fell over, but as frightened as they were, they soon managed to run to safety. В результате они все упали, но в таком испуганном состоянии, как они были, им скоро удалось добраться в безопасное место. They were relieved to find out that the whole family had survived. Они все чувствовали облегчение, выяснив, что вся семья выжила. Итак, ребята, а теперь мы с вами переходим к седьмому заданию. Study the table. Are there similar structures in your language? Вы изучите табличку. Есть ли похожие структуры в вашем языке? Итак, ребята, смотрите. Когда мы к used to прибавляем инфинитив. These elephants used to live in Yala National Park before the tsunami. Эти слоны жили в национальном парке Yala перед цунами. То есть, they don't live there anymore. Past state. Они больше там не живут. Это прошедшее состояние. Далее. Get used to плюс инговая форма. He used to work in long hours. Он привык работать долго. Это как бы привычка. It is in the habit of. Далее. These tigers are getting used to their new home. Эти тигры привыкают к своему новому дому. Да. Тоже, ребята, привыкать. Привычка – это в данном случае. Итак, а теперь задание под буковкой B. Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use the words involved and two to five words. То есть, дополните второе предложение так, чтобы оно обозначало то же самое, что и первое. Используйте слова, выделенные жирным шрифтом от двух до пяти слов. Итак, ребята, например. He doesn't mind working overtime because he does it often. Ему… он не против работать, перерабатывать, потому что он часто это делает. Ребята, что вставляем? He is used to working overtime. Да? Вставляем вот эти вот четыре слова. Далее. У него привычка рано вставать. He is used to waking up early. Далее. То есть, вот эту фразу мы вставляем вместо многоточия. Katie doesn't live there anymore. Katie больше там не живет. Katie used to live there, but now she does not. Да? Used to live there. Далее. Четвертое. Jane has settled into her new school quickly. То есть, Jane быстро обосновалась в своей новой школе. Jane quickly got used to her new school. Итак, ребята, теперь мы с вами переходим к восьмому заданию. What did, didn't you used to do when you were ten years old? Write ten sentences. Что вы делали, когда вам было десять лет? Напишите десять предложений. Окей. Ребята, давайте попробуем. Например, что можно написать. Итак. I used to spend my holidays by the sea. Я проводил мои каникулы около моря. Далее. I used to play with my dolls. Я играла со своими куклами. Или I used to play with my cars. Я играла со... Я играла со... Я играла со своими машинками. I used to ride a bike every day. Я каждый день каталась на велосипеде. I didn't used to play, например, футбол every day. Да? И так далее. Ребята, на этом все. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить и не потеряться. Смотрите видео с разбором контрольных работ. А мы с вами переходим к модулю пятому под буковкой D. Weather. Погода. Заполните спидограмму, включая туда так много слов о погоде, относящихся к погоде, как только возможно. Сравните их со своим партнером. Итак, ребята. Boiling hot. The weather. То есть, boiling hot – это очень жарко. Далее. Rainy – дождливо. Frosty. Итак, ребята. Значит, frosty – морозно. Какая еще может быть погода? Ну, понятно. Sunny – солнечно. Cold – холодное. Snowing – снежное. Windy – весное. Ветренное. Далее. Foggy – туманное. Или freezing – промерзкое. Далее, ребята. Задание под буковкой B. What's the weather like today? What is your favorite type of weather? Какая погода сегодня? Какой ваш любимый вид погоды? И, ребята, например, вы можете сказать, что… Ну, вот пример, да? It's boiling hot today. Сегодня экстремально жарко. Или today is cold, but sunny. Сегодня холодно, но солнечно. И, например, there is not any wind. Нет ветра. Далее. Мой любимый вид погоды. My favorite type of weather. Например, is summer weather. Например, летняя погода или winter weather. Далее вы говорите I like when it is hot. Или I like when it is snowing. Далее, ребята, переходим ко второму заданию. Look at the title of the text. What do you think it means? Compare with a partner. Посмотрите на название текста. Что вы думаете, что оно обозначает? Сравните с партнером. И третье. What methods do you think people in the past used to predict the weather? Какие методы, вы думаете, люди использовали в прошлом, чтобы предсказать погоду? Listen and read to find out. Послушайте и прочитайте, чтобы выяснить. Итак. Red sky at night. Shephead's delight. Red sky in the morning. Shephead's warning. Окей, давайте попробуем. Красное небо ночью – это восторг для пастуха. Красное небо по утрам – это предупреждение для пастуха. Как-то так примерно это переводится. Давайте прочитаем. We all hope for warm and sunny weather at the weekend or during our holidays. The majority of our planned activities are based on what the weather will be like, so it is important to know ahead of time what to expect. Итак, мы все надеемся на теплую солнечную погоду на выходных или во время наших каникул. Большинство из наших запланированных мероприятий основываются на погоде, на том, какая будет погода. И так важно знать заранее, что ожидать. These days meteorologists, with the help of modern-day technology, are able to use satellite information to tell us what the weather forecast will be all around the world. В наши дни метеорологи с помощью современных технологий способны использовать информацию со спутников, чтобы сказать, какой прогноз погоды будет по всему миру. It wasn't always so easy, though. In the old days, people that relied on the weather in order to do their job needed to find ways to predict what might happen. Итак, это не всегда было так легко. В старинные, в ранние дни, то есть раньше люди, которые полагались на погоду для того, чтобы сделать, выполнить свою работу, им нужны были способы, чтобы предсказать, что может случиться. Sailors and farmers began developing techniques to figure out what the winds might do or whether any rain might be on the way. Моряки и фермеры начали развивать техники, чтобы спрогнозировать, какой будет, какой возможен ветер или может ли быть дождь, идет ли, надвигается ли дождь. They used everything around them, including watching the clouds, observing the behavior of animals and expecting plants and the soil. Они использовали все вокруг них, включая просмотр, то есть наблюдение за облаками, наблюдение за поведением животных и инспектирование растений и почвы. Over the years, many sayings, rhymes, anecdotes and stories were developed to help people prepare themselves for weather events. Итак, с течением лет много пословиц, ритмов, анекдотов и историй развивались, чтобы помочь людям подготовить себя к погодным событиям. Many of these sayings are still used today and seem to be accurate in predicting some weather events. Многие из этих поговорок до сих пор используются сегодня и кажутся достаточно точными в предсказании погодных событий. So, next time you want to plan a weekend away, make sure you check out the sky the night before and watch a family pet to see if the weather will be agreeable or not. Итак, в следующий раз, когда вы захотите запланировать выходные где-то, удостоверьтесь, что вы проверили ночное небо перед тем, как и наблюдали за домашним питомцем в вашей семье, увидеть, будет ли, согласуется ли погода с вашими планами или нет. Итак, ребята, а теперь мы с вами перейдем к заданию четвертому. Заполните пропуски словами из списка. Послушайте и проверьте, есть ли похожие поговорки в вашем языке. Итак, значит, мы вставили слова первое mild и второе cold. Итак, если кожа лука тоненькая и мягкая, идет зима. Если кожа лука твердая и толстая, зима будет холодной и суровой. Далее. Итак, бледная луна будет дождь, красная луна будет блэуз, ветер. Ребята, если луна белая, ни дождя, не будет ни снега. То есть, мы вставили блэуз и снэуз. Вот, да? Блэуз, снэуз. Далее. Evening red and morning gray to show signs of a fine day. Fine. Да? Fine. Итак, вечер красный и утро серое – это хорошие знаки для хорошего дня. Далее. Clear moon, frost soon. Frost – мороз, да? Если луна ясная, то будет морозным. When seagulls fly to land. Storm is at hand. When seagulls fly to land, a storm is at hand. Значит, если морские чайки летят на землю, скоро будет шторм, сильный ветер. Далее, ребята. When clouds appear like rocks and towers, the earth refreshed by frequent showers. Итак, первое вставляем «clouds» и второе «showers». Когда облака появляются в виде скал и башен, то земля будет обновлена, освежена, так сказать, частыми ливнями. «Showers». Итак, ребята, обязательно не забудьте подписываться на канал, чтобы не потеряться, а мы с вами переходим к следующему заданию. Match the words, check in your dictionaries, then view the phrases to complete the exchanges below. То есть, соедините слова, проверьте в словаре, и затем используйте фразы, чтобы заполнить предложение ниже. Давайте попробуем. Итак, первое. Итак, первое. Scotching – sun. Второе. Heavy – rain. Далее, третье. Huge – snowstorm. Четвертое. Light – breeze. И пятое – strong. Ответ D – winds. Давайте попробуем вставить. Итак, ребята. You look sunburned. Yes, we spent all day sighting in the scotching sun. Да? Вставляем первый scotching sun. Ты выглядишь сгоревшим на солнце. Да, мы провели весь день просматривая достопримечательности под палящим солнцем. Далее. Look at you. You are soaking wet. Wet – wet. Yes, the car broke down in heavy rain. То есть, вставляем второе – heavy rain. Посмотри на себя. Ну, ты просто… Ты весь промок, с тебя течет вода, как из ведра. Да, машина сломалась в сильный дождь. Далее, ребята. Do you think I'll be okay in a t-shirt? You might want to take a cardigan, because there is a light breeze. Да? Ты думаешь, если я пойду в футболки, будет нормально? Возможно, тебе лучше взять кардиган, потому что легкий бриз, легкий ветерок присутствует. Далее. Where have you been all week? Где ты был всю неделю? There was a huge snowstorm, and we got snowed in. Был огромный снежный ураган, и нас занесло снегом. Далее. Пятым. Oh, no. There is a power cut. О, нет. Выключилось электричество. The strong winds must have turned down the electricity lines. Сильный ветер, возможно, порвал линии электричества. Хорошо, ребята. А теперь перейдем с вами к следующему заданию. Идиому. Идиому. То есть, используйте фразы, чтобы заполнить пропуски. Проверьте в приложении третьим. Объясните их на вашем языке. Есть ли похожие идиомы в вашем языке? Окей. Давайте попробуем это сделать. Так. To fill under the weather. To save up for a rainy day. To be on cloud nine. To see which way the wind blows. To be a boat from the blue. Окей. Итак. Why is Sam so quiet? He is feeling under the weather. То есть, в первое. Feeling с окончанием ink вставляем. Почему Sam такой тихий? Он плохо себя чувствует. He is feeling under the weather. Далее. Why is Jack looking so happy these days? Почему Jack выглядит в эти дни таким счастливым? Oh. Ever since he got his new car, he's been on cloud nine. He has been. Ребята, время present perfect, да? С тех пор, как он купил новую машину, он на седьмом небе отчасти. Но здесь на девятом. He has been on cloud nine. Далее. I've got one hundred pounds. Let's go shopping. У меня есть сто фунтов. Пойдем по магазинам. Don't spend it all. It's wise to save up for a rainy day. Не трать их все. Мудро скопить их на черный день. Ребята, ну понятно, что feel under the weather – это плохо себя чувствовать. Копить на черный день – это to save up for a rainy day. To be on cloud nine – быть на седьмом небе отчасти. Ну, на девятом, так сказать, по-русски. То есть наоборот. To see which way the wind blows – это посмотреть, в какую сторону дует ветер. И to be a bolt from the blue – гром среди ясного неба. Итак, ребята, а теперь перейдем к седьмому заданию. Match the sounds to the words. Соедините звуки со словами. Then use them in their correct form to fill in the gaps. А затем используйте их в правильной их форме, чтобы заполнить пропуски. Так. Окей, ребята. Значит, смотрите. Первый звук. Нет, точнее так, давайте, смотрите. Под буковкой A – это whistle, да, свист. Это звук третий. Нужно сказать третий звук, да, whistle. Свистеть, третий звук. Под буковкой B – pour. Это лить что-то, да, это звук четвертый. Под буковкой C – это звук первый, howl. Howl – это выть, завывать, да, то есть это звук первый. Под буковкой D – drizzle, это звук пятый. И под буковкой E – row, рычать, это звук второй. А давайте теперь правильно вставим слова. Так, итак, еще раз, моросить и рычать. Ди – это моросить, drizzle, row – рычать. Итак. The breeze whistled through the trees as we were walking in the forest. То есть, бриз, легкий ветер, свистел по деревьям, когда мы гуляли по лесу. Whistled. Whistle в прошедшем времени прибавляем к кончанию ED. Heavy rain poured down while we were driving to the village. То есть, сильный дождь, палил, когда мы ехали в деревню. Poured – окончание ED прибавляем. Далее. The wind howled. Howl – прибавляем окончание ED также. The wind howled all night, so I couldn't sleep. Ветер завывал всю ночь, и я не мог спать. Четвертый. It stopped raining heavily, but it's still drizzling. Drizzling с окончанием ING. Выбираем букву И и прибавляем окончание ING. Drizzling. Значит, прекратился сильный дождь, но продолжало моросить. И пятое. The lightning flashed and the thunder rode. То есть, сверкнула молния и гром. Ребята, rode – это рычать. Rode – в прошедшем времени, да, как бы разразился гром. Итак, ребята, а теперь мы с вами переходим к восьмому заданию. Use as many of the verbs above as you can to write an opening paragraph for a scary story. Tell your partner. Используйте так много глаголов выше, как вы только можете, чтобы написать, значит, маленький параграф о страшной истории. Расскажите своему партнеру. Ну, вы можете, ребята, так, например, написать о том, что становилось, надвигался дождь, и казалось, что будет сильная, я не знаю, сильный шторм, или становилось тепло, да, ой, темно, извините. It was getting dark, and it seemed like it would be a heavy storm, да? Далее. Что еще можно сказать? The wind was howling, and it made me, and I was so frightened, да? Ветер дул, и я был так испуган. Далее. Suddenly, I noticed lightning flashed, да? Вдруг я заметил молнию. So, Sunday was on its way. Гром был как бы на своем пути. Итак, ребята, а теперь мы с вами перейдем к заданию, к девятому заданию. Пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться, и обязательно смотрите видео с разбором контрольных работ за этот модуль и рабочих тетрадей. Итак, match the form exchanges, listen and check, act out the exchanges. Соедините, чтобы разыграть обмен репликами. Послушайте и проверьте, разыграйте реплики. Итак, первое. We are in for frost tonight. Ребята, ответ И. Oh dear, I'd better cover the tomato plants. То есть, сегодня будет морозно. И ответ О, Боже, я лучше накрою ростки там томатов, да? Или там томаты просто, помидоры. Второе. There is going to be a shower by the looks of it. Кажется, будет сильный ливень. Как это выглядит? Ответ Д. That's good. It's been a very hot, dry summer. Хорошо. Это было очень жаркое и сухое лето. Третье. Bit nippy today, isn't it? Ответ Д. It is, you need to wear a warm coat. Итак, сегодня немного морозный, не так ли? Да, тебе нужно взять теплое пальто. Четвертое. What strange weather we are having? Какая странная погода. Ответ А. I know, it is unusually warm today. Сегодня необыкновенное тепло. Пятое. I think it will clear up later. Я думаю, позднее прояснится. Ответ Б. I hope so. We have plans to go to the park. Я надеюсь, потому что у нас были планы пойти в парк. Шестое. I heard that heavy rains are on the way. Я слышал, что сильный дождь надвигается. Ответ Ф. Right. I'll bring my umbrella then. Да, правда. И правильно. Тогда я принесу свой зонт. И седьмое. They expect snow in the north. На севере они ожидают снег. Ответ С. Great. That means we can go skiing soon. Отлично. Это означает, что мы скоро можем пойти кататься на лыжах. И, ребята, последнее задание. Think of 10 new words phrases you have learned in this lesson. Make sentences using them. Tell your partner. Придумайте 10 новых слов, которые вы выучили в этом уроке. Используйте их, чтобы рассказать о них своему партнеру. Ребята, на этом все. Встретимся в модуле пятом под буковкой. И всем счастливо. Всем пока.